Четверть населения Беларуси – пенсионеры. Наша нация, к сожалению, относится к числу стареющих. Причем в сельской местности процент стариков больше, чем в городе. К тому же каждый третий пенсионер. Пожилым людям, особенно одиноким, обязательно нужна помощь и поддержка. Одна из новых форм – замещающая или, как говорят, приемная семья. Первопроходцем стал Кировский район. Теперь опыт подхватили и в Могилевском. О том, как Антонина приютила Федора – наша добрая история. Видишь, какие гости к тебе приехали. Телевизор будем надеть. По телевизору. Я нас снимаю и так покажут. Федору Накцеву 81 год. Он инвалид с детства и после смерти. Старших родственников остался совсем один. Его ждал интернат, но Антонина Голуб, социальный работник, которая навещала его, забрала его к себе домой, в деревню Репище. Федору тепло? Тепло? Топлые руки. Так Федор нашел новую семью. Он называет Антонину теткой. Выговорить ее имя не может. Он вообще плохо разговаривает. Непонятно для других. Но, похоже, со своей хозяйкой он находит общий язык. И вот так мы зим тут. Хозяйничаем. Зачем вы его забрали? А мне ее жалко. Антонина – зоотехник по образованию. Много лет отработала бригадиром на ферме, а сейчас пенсионерка. Это самая обычная сельская семья. Взять к себе чужого человека – непростой шаг. Но муж не стал возражать. Дети и внуки тоже отнеслись к Федору с симпатией. Когда младшее поколение приезжает на каникулы, он присматривает за их играми. Ну а как берут людей этих? Деток маленьких. Деток же тоже берут чужих. Вот по телевизору показываете. 9 и 11 человек. Я ничего такого не сделала. Я взяла только одного. Замечающая семья – это новая форма социального обслуживания населения. На законодательном уровне она введена совсем недавно. Это совместное проживание и ведение общего хозяйства с одиноким человеком, который старше 70 лет или инвалидом первой или второй группы. Скажем сразу, оформление документов непростое. Решение должен принять исполком, а материальных выгод, в общем-то, никаких. Специального вознаграждения тот, кто принимает домой старика, не получает. Имущественных отношений тоже нет. Просто к общему бюджету прибавляются деньги из пенсии жильца и его пассивная помощь по хозяйству. Я сейчас напишу бумажку, что купить, дам ему денюжку, дам ему сумку. Идет в магазин, отдаст продавцам бумажку. По бумажке ему все дадут, то, что я хочу. И он за сумку принесе мне с дачи и принесе то, что купил. На, тетка, я купил. Баляху купил. Это колбасу. Баляху купил и батон купил. Бульку. Для меня это просто, наверное, женщина-герой, которая решилась на такое. И, наверное, это свойственно всем белорусам. Вот эта вот скромность, да, такая вот скромность, доброта, милосердие. И это очень дорогого стоит. Жить в семье с поддержкой, причем речь не только о еде, одежде и тепле, но еще и общении, всегда лучше. Так один человек помогает другому. В Могилевском районе это первый опыт, замещающий семьи. В Центре социального обслуживания надеются, что таких примеров будет больше. И оказывают людям, которые решаются на это, всю возможную поддержку. Потому что деревни стареют, а в глубинке, далеко от городов пожилых людей, подавляющее большинство. Конечно, некоторым помогают дети, а некоторые, конечно, одинокие, уезжают жить на социальные койки, либо дома-интернаты. Поэтому мы стараемся помогать людям. Привозим, оказываем материальную помощь. Кто-то подходит под адресную помощь. Поэтому помогаем, чем можем, конечно. 84 тысячи пенсионеров сегодня в Могилевской области живут одни, без детей и родственников. И почти у каждого пятого вообще нет родных, как у Федора. Или в результате крутого поворота судьбы, или в силу состояния здоровья, такие люди нуждаются в помощи социальных служб. В регионе 10 домов совместного проживания. Там сейчас зимой 36 человек. Есть еще патронатные гостевые семьи. Их более трех сотен в регионе. Замещающих только две. И очень жаль, что действительно часто нет другого выхода, кроме как интернат для престарелых или больница сестринского ухода. Или чудо человеческой доброты. Быть самим добрее, и все кругом будет добрее. Мой такой ответ. Возьмем это за лозунг в Новом году. Пусть будет так.